Большой фотоальбом в твёрдом кожаном переплёте и множество пожелтевших фотографий, возраст которых более ста лет. Всё это передала в дар музею-заповеднику родина Ленина внучки Симбирянина, участника Первой мировой войны Сергея Алексеевича Витальева, Ирина Ланских. Она приехала к нам из Екатеринбурга, куда перевёз семью её дед. Ирина Викторовна рассказала непростую историю жизни деда, который родился в Симбирске и долгое время здесь жил. Родился он в 1882 году. Согласно исторической справке, на Радище 58, ранняя улица Мартыновая, поступил учиться в Симбирский кадетский корпус и учился до 1899 года в течение 7 лет, как мне удалось выяснить. Фотографии это тоже подтверждают. Окончил музыкальное училище по классу игра на скрипке. Известно, что семья Витальевых тесно общалась с семьёй Ульяновых. Мать Сергея Алексеевича Варвара Антоновна дружила с Марией Александровной Ульяновой, когда они жили по соседству на улице Мартыновой. После кадетского корпуса Сергей Витальев продолжил обучение в Михайловском артиллерийском училище в Санкт-Петербурге, где за первый приз за езду в орудии он получил фотоальбом, который теперь будет храниться в фондах музея-заповедника. Этому уникальному экспонату 124 года. Когда-то в этом альбоме хранились фотографии сослуживцев. Правда, сейчас он в непрезентабельном состоянии, его предстоит реставрировать. По призванию продолжил путь и служил в русской армии, воевав согласно послужному списку, который также находится в музее, в Приморском крае, в Польше. И вот как раз интересный был факт, в 2014-2015 году он познакомился со своей женой, это был его первый брак, Надежда Антоновна Гинтофт, которая на протяжении всех войн и Первой империалистической и гражданской войны была сестрой милосердия и сопровождала его в период боевых действий. Племянница Надежды Гинтофт Милицы Кориус – знаменитая голливудская звезда. Ее фотографии тоже есть в семейном альбоме. После Октябрьской революции 1917 года Сергей Алексеевич Витальев возвращается в Симбирск. Он переходит в Красную армию. Тогда же он поступает в военную академию имени Фрунзе, но не смог ее окончить. В 1920 году его отозвали на фронт. Боевые действия шли в Крыму. На озере Сиваш Сергея Алексеевича тяжело ранили. Ему чудом удалось выжить. Согласно сохранившимся архивным справкам, Сергей Алексеевич Витальев с 1925 по 1928 года проживал на улице Московской в доме, расположенном на территории бывшей усадьбы Анаксагоровых. В это время он преподавал в Симбирской пехотной школе командного состава. В 1928 году первая жена Сергея Алексеевича умирает от чахотки. Он женится второй раз. Его женой становится Любовь Ивановна Александрова, бабушка Ирины Викторовны. В 30-е годы семья Витальева бежит от репрессий. Сначала в Селикамск, где в 1935 году рождается Галина Сергеевна, мать Ирины Викторовны. А потом в Екатеринбург. Вот это все было, можно сказать, под матрасом в Екатеринбурге. Сейчас я вот часть передаю. Еще осталась сумочка-радикюль, которой сто лет. Я вот день дарения музею привезу в октябре, к 40-летию праздника. Музея-заповедника. Я думаю, что мы сейчас будем дружить между городами. Есть повод. Я продолжаю искать историю деда, собирать все давние. Вот буквально уже план наметила. Мне это очень интересно. Я понимаю, кто я. Это, видимо, генетический год, своеобразный для моих потомков. Как сказали музейные сотрудники, семейный архив Витальевых – прекрасный подарок музею-заповеднику Родина Ленина в год его 40-летия. А вновь приобретенные исторические реликвии станут экспонатами его будущих выставок. Ирина Антонова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.